Привет, друзья, с вами Вайми и я Дарк Рейв. Такие дела. Чтобы получить броню Дарк Рейва, нужно отдать кассу 30 человечностей, что очень долго и нудно, но легко. Так что с этим проблем нет. Чтобы получить меч, это то же самое, дается броня и меч сразу же. А перчатки вот эти вот падают с самих Дарк Рейвов в Нью-Лондо. Довольно редко. В общем, вы можете видеть, что кроме того, что я изменил броню, я кроме этого еще и немножко изменил количество душ у себя. И сейчас я покажу почему. Темный меч плюс 14, Шател плюс 15, Живописный меч плюс 14, Золотой След плюс 5, Учигатана плюс 15, Рапира, Лебарда Небес. В общем, я прокачал кучу оружия, пофармил Титанита с Дарк Рейвов. Отсюда же у меня куча темных рук. И... И по-моему, все. Кучу душ я при этом тоже получил, но их я потратил на Титанит тоже. И на прокачку. Итак, я взял Алюбарду Небес, потому что сейчас мы пойдем в... В катакомбы. Нет, по-моему, не нужно. И лук. Лук мне не очень нужен, но пригодится. Итак, с Алюбарды я, скорее всего, не смогу набрать быстрый перекат, так что я оставлю пока вот эту вот броню. Мне нравится, как она выглядит, хотя... Даже не знаю, мне очень нравится меч Тарк Рейвов. У него муфсет очень прикольный. А броня не настолько хороша, но тоже неплохая. Итак. Кроме этого, я эквипнул большое оружие магии. У меня на него не хватает единички интеллекта, который я, наверное, возьму, когда мы до следующего костра дойдем. Можно было его взять здесь, конечно, но... Какая разница. К катакомбам путь идет через кладбище, через вот это вот. Ну-ка посмотрим, хватит ли на них одного удара. Нет, конечно же нет. Одного сильного удара. Тоже нет. Двуручного сильного должно хватать, наверное. Ну, на этом мы этого не узнаем. Итак. На кладбище лежит несколько интересных предметов. Здесь лежит щит. Щит к адресу. Ну-ка. Блин, всего 80. Как-то маловато. Там два удара, что ли. Я не понимаю, почему я наношу им так мало урона сильной атакой. Ладно, попробуем на каких-нибудь экилетах, около которых не будет такого количества могилок, которые задевают оружие. Итак, щит кадуции. Это... Я даже не помню, есть ли в нем какой-то смысл. Стабильности мало. Неплохо. Магия и молния. Защита. Остальное все не очень. Круглый деревянный щит, сделанный в Ордерне, украшен изображением древнего синего кадуция. Гигантские деревья Ордерны, дальние родственники древних каменных деревьев. Этот щит унаследовал их свойства и отлично защищает от урона магии. Ну, не то чтобы отлично. Но защищает. Окей. Здесь гигантский скелет, который, на самом деле, не настолько сложнее обычных скелетов. У него много жизни, но он также легко стагерится. И здесь кроватое копье. По-моему, тоже ничего интересного. Так, пол... Да? Окей. Скейлинг С. Ну, не знаю, нормальный вроде урон. Копье с длинным древком и острым наконечником. Да, ничего особенно интересного. Также вот здесь вот лежит немножко более интересное оружие. Сейчас разберемся сначала со всеми скелетами. Все? Все мертвы? Да. Здесь лежит двуручный меч, Свайханда. Он любопытен тем, что взять его здесь можно в самом начале игры. И он очень-очень неплох. Ему нужно 24 силы, но с 16 силы его можно использовать в двух руках. Мне очень нравится вот этот вот удар в ПВЕ. Потому что он просто впечатывает врагов в землю. Ну-ка, вот те скелеты, интересно, живые. Если живые, то сейчас можно будет продемонстрировать. Он у меня не заточен вообще, ненасколько, естественно. Так что урон не очень. Но все равно неплохой. Но основной смысл в том, что этот Свайханда можно подобрать в самом-самом начале игры. Просто пробежать сюда и взять его. Скелетов в самом начале игры убивать довольно трудно, но... Можно просто мимо них пробежать. Я вообще не очень люблю Свайхандр. Предпочитаю что-то более быстрое. Также здесь лежит бинокль. Который, в принципе, довольно бесполезен. Им можно пользоваться, чтобы... Сейчас покажу. Бинокль. Где ты? В самом верху, наверное, нет. А если вы используете арбалеты или магию, там нет режима прицеливания, как у луков. И можно использовать для этого бинокля, насколько я помню. Ну, относительно можно. То есть, вы можете им так навестись куда-нибудь, потом вырубить его и выстрелить из лука, или точнее из арбалета или магии. И выстрел полетит туда, куда вы направили центр экрана, пока вы были в бинокле. Что довольно неплохо. Так. И дальше мы спускаемся вот сюда, вот в сами, собственно, катакомбы. Почему Дивайн оружие? Небесная Альварда. Дело в том, что здесь скелеты, даже, наверное, это надо тоже продемонстрировать. Почему бы не использовать темный меч? На улице со скелетами все нормально. Они легко убиваются чем угодно. Скелеты в самих катакомбах немножко интереснее. Так. И он встает обратно. Есть два способа заставить их не вставать обратно. Первый это убивать их небесным оружием. Второй это убить некроманта, который их оживляет. Некромантов на локации довольно много. Они каждый отвечают за каких-то своих скелетов. И они не респаунятся, некроманты. То есть, после того, как вы первый раз прошли локацию и убили всех некромантов, можно дальше просто... Игнорировать это небесное оружие и просто убивать всех скелетов чем угодно. Итак. Также здесь вот эти вот неприятные парни, потому что они нокбетчат. Но в целом ничего особенного. Пока. И также здесь сами некроманты, которые, в принципе, не самый приятный противник тоже. Но они чуть-чуть позже, когда мы до них дойдем. Так. Этого не убило. Когда они лежат, их вполне можно дамажить. В смысле, когда они упали от ваших ударов. До того, как они встали в первый раз, с ними ничего сделать нельзя. Хотя, может быть, и можно. Но он уже встал, как бы. Окей. Итак. Идем вот сюда вот. И здесь наш первый некромант. Они кидаются огненными шарами какими-то, от которых, в принципе, довольно легко увернуться. Но которые довольно прилично дамажат, насколько я помню. Ну, сами по себе не такие уж опасные враги. Также здесь есть вот это вот. Это открыть проход наверху. Куда мы побольше чуть-чуть пойдем. Ну, точнее, прямо сейчас пойдем, как только активируем вот этот вот костер. И почему бы и не повысить уровень тогда уж? Раз я забыл это сделать в файрлинке. Что бы хватало на большое оружие магии? Которое на Оливарду применить не получится, потому что она уже зачарована, как бы, она небесная. Но получится применить на что-нибудь другое. Ладно. Скелеты, естественно, даже убиты небесным оружием, респаунятся, когда вы отдыхаете у костра. Нет, видимо, все-таки их можно дамажить, пока они встают. Ммм. Мне казалось, что нельзя. Ну да ладно. Итак, они респаунятся после отдыха у костра, даже если вы их убиваете небесным оружием. Вот там вот еще один некромат, его очень удобно расстрелять из звука отсюда, только я не знаю, куда он уходит. Парень, куда ты уходишь? Хм. Раньше такого не было. Сколько раз не играл, он всегда стоял вот там вот примерно и стрелял в меня огненными шарами. Ну, ладно, он возвращается. Да, блин. Какого черта? Окей. Стелеты, в принципе, довольно безопасны. Они наносят bleed, но кроме этого ничего особенно неприятного у них нет. Ну, кроме того, что они оживают, конечно, и кроме того, что их здесь толпы. Ура, он вышел. Илкум, он здесь расстреливается легко. Даже если вы не используете дивайн оружия, ой, это хороший способ его убить, потому что он отвечает за этих вот всех скелетов. То есть, если у вас нет дивайн оружия, то расстреляв его из Илку, вы очень облегчите себе дальнейшее прохождение. Итак, здесь еще скелеты. Умри. Их можно бэкстабить и парировать, но это, по-моему, достаточно бессмысленно. Ну, по крайней мере, для меня в данный момент. Если у вас какое-нибудь слабое дивайн оружие, которое их не убивает так быстро, то, конечно, есть смысл бэкстабить и парировать. Здесь один спрыгнет сверху. Получи. Я не помню, что здесь лежит. По-моему, какие-то души или что-то типа того. Блин, мне нужно использовать алибарду двумя руками. А, нет. Лютернхаммер. Это как раз алибарда, которая наносит только колющий урон. То есть, тип атаки-выпад. Выпад означает не движение-выпад. То есть, как у какого-нибудь... Ну, как у той же алибарды. Вот этот атака. Это не то. Выпад в типе атаки означает колющий урон. То есть, у этого алибарда хаммера нет такого выпада. У него немножко другой моксет. Ну, нет никого. Почему бы это и не показать? У него такие вот вертикальные атаки. Точнее, одна вертикальная, одна крутилка. Но при этом он наносит колющий урон, что эффективно с кольцом льва. И также у Мануса, насколько мне известно, довольно маленький резист к колющему урону. По крайней мере, меньше, чем ко всему остальному физическому. То есть, возможно, против Мануса его неплохо использовать, этот Лютернхаммер. Здесь лучник. И еще один скелет с фальшионом. Фальшионом? Фальшионом. Я не уверен, как это произносится правильно. С них иногда падают их эти фальшионы. С них иногда падают скемитары сабли. С тех, кто со скемитарами, соответственно. И с них падают их щиты. Еще один довольно легкий некромант. Если только по нему не мазать постоянно. Готов. Или не готов. По-моему, я промазал в третий раз. Да. Ну ладно. Да. Окей. Он уворачивается, потому что он кастует свой огонь. Окей, теперь готов. Подлечимся. В принципе, можно было бы даже не использовать дивайн оружия, а проходить так. Но с дивайной оружием она поудобнее. Эти взрывающиеся головы могут дамажить скелетов. Но они не наносят дивайн урон, так что если некромант еще жив, то скелеты после этого встают. Что неприятно. Также вот эти вот статуи, некоторые из них атакуют вас шипами. Вот так вот. Вы видите, там такая маска, на которых есть такие маски. Они атакуют шипами. На этой вот маске никакой нет, и она ничего не делает. На этой маске есть шипы. Ну это так маленькая деталь, просто очень к ним не подходить. Ну или даже подходить, потому что урон от этих шипов очень маленький. Этот рычаг переворачивает в тот мост, потому что когда он был перевернут по-другому, там были шипы сверху, и по нему нельзя было пройти. Здесь, по-моему, еще душа. Да, душа Городого Рыцаря. И здесь можно увидеть следующий костер через трещину в скале. Мы туда скоро попадем. В принципе, вот начиная с этого примерно момента, можно очень-очень многое пропустить в катакомбах, просто спрыгивая вниз. Хотя, возможно, не с этого момента, я не уверен. Можно было еще раньше оттуда спрыгнуть вниз. Но тот прыжок у меня почти никогда не получается. Можно отсюда спрыгнуть вправо и пропустить небольшой кусочек. также, кстати, если у вас нет диван-оружия, можно их просто пинками скидывать вниз. Они, конечно, будут внизу все, когда вы спуститесь на самое дно катакомб, но тогда у вас уже не будет живых некромантов. Здесь мы проваливаемся вниз. По-моему, здесь есть кристальные ящерицы, да. И, по-моему, их даже несколько. Но одна исчезла. Одна исчезла. Вторую я убил. Мерцающий тистанит. Ну, почти пофиг. Вы видите, что эти шипы почти не наносят мне урона, даже с учетом того, что у меня вообще не проапгрейджные доспехи. Поднимаемся вверх. Хм, по-моему, здесь здесь ничего нет, получается, кроме этих ящериц. Или я просто что-то не подобрал. Но в любом случае, ничего ценного здесь нет. Возможно, там какие-то души были, которые я пропустил. Окей. Продолжаем по-нормальному проходить. Тут еще скелеты. Ничего серьезного, но, опять же, если у вас нет дивана оружия, то это вызывает некоторые проблемы. Здесь еще душа. Тут еще скелеты. Блин, второго не зацепило. Ну, нормально. Хм, щит. Нет, сабля. А вот это вот еще одна дверь, которая откроется. Такая же дверь была в самом начале, я ее просто не показал, я ее сразу открыл. Здесь, по-моему, здесь человечность. Ну, возможно, просто души. Да, просто души. Вот эти вот две статуи тоже атакуют. Он не умер? Ах, ни хрена себе, он меня парировал. Вообще весело. Получи. Окей. Спускаемся вниз. Скелеты там падают вниз куда-то сами, на смерть. Здесь... По-моему, здесь должен был быть некромант. Ну, не знаю. А тут внизу кузнец. Туда мы чуть-чуть попозже пойдем. Но мы туда пойдем. Просто если мы туда сейчас спрыгнем, это, по сути, таким образом можно пропустить большую часть этой локации. Что я пока делать не хочу, потому что здесь будет еще несколько интересных предметов. Так. Сюда спрыгиваем и сюда спрыгиваем. Попадаем снова туда же, где мы только что нажимали кнопку, только повыше. Здесь большая коса. И это та коса, которая выглядит как коса. И здесь еще куда-то проход. Я точно не помню, куда. А, просто ниже. Окей. Так. Мне стоит подлечиться в ближайшее время, только сначала стоит убить вот этих парней. Ястос. Нормально. И, по-моему, я вышел бы просто вот здесь, вот и по-другому, если бы прошел. Нет? А, не-не-не. Это еще другое место. Так. Чуть-чуть вернуть, чтобы просто самому понять, где бы я оказался, если бы по-нормальному шел. А, я туда даже не попаду теперь. Вот как. Интересно. Окей. В общем, я бы вышел... Блин, я путаюсь в катакомбах постоянно. Я бы в итоге попал вон туда. Там кнопка, переворачивающая вот этот вот мост. Также там не настоящая стена, вот там вот где, куда я стреляю. Я не уверен, что я в нее попадаю. Возможно, она уже исчезла. А, за ней костер. Второй. Который мы видели. Но я туда сейчас попасть отсюда не могу, потому что я вот эту черт-кад взял. Я, наверное, зря это просто сделал. Но да ладно. Так. Тут небольшой такой не очень хорошо замаскированный секрет. Умри, выучник. Блин. Здесь я по всем промазал. И я не смог переключиться на дворочный хват. Поэтому мне пришлось их добивать. Я не помню, что здесь вверху. Я, по-моему, ни разу даже сюда не залезал. По-моему, здесь просто учник и, возможно, какой-то предмет. Умри. Окей. Нет, даже никакого предмета нет. Просто возможность подняться назад. Не уверен. Не уверен. И здесь с другой стороны можно подняться. Вообще, я этого не замечал. Но, скорее всего, опять же, ничего здесь нет. Кроме, может быть, возможности вернуться назад. Все-таки, да, вот отсюда более похоже. Да. Но это мне не понадобится, потому что здесь есть другой выход. Итак, идем вот сюда. Тут гигантский стелят на нас падает, который никаких особых проблем не представляет. И так же здесь кольцо темной луны. Это важно. Ну, это не важно сейчас, но это важно будет потом. И так же где-то здесь еще один некромант. По-моему, вот здесь, наверху. Да, вот он. Умри. И ты умри. Почему у меня не срабатывает переключение на на две руки? Непонятно. Череп, фонарь. А здесь выход обратно. А здесь вот. Блин, я сам уже не очень хорошо помню, куда какие проходы ведут в катакомбах. Так что извиняюсь, если я немножко тут сам заблудился слегка. По-моему, это ведет к самому началу. Да, похоже на то. И здесь еще чудо-медленная мерная прогулка. Оно замедляет всех вокруг. Что может быть полезно в ФВП? Да, и я попал к самому-самому началу, ко второму некроманту. Но, неважно, здесь недалеко бежать. Убивать никого не придется, и заодно я покажу, как это проходится нормальным способом. Итак. Вот здесь вот я тогда открыл дверь и спрыгнул вправо, чтобы попасть туда, где лежала коса. Но сейчас мы пойдем вот сюда. Окей. Вот она, эта ненастоящая стена. За ней костер, к которому я, пожалуй, даже не пойду. В принципе, мне просто лень к нему идти. Ничего плохого там нет. Там, правда, на входе вот эта ловушка с шипами, но это не страшно. Если вы приходите сюда до определенного момента, здесь будет стоять патч, сейчас такой парень, которого мы попозже встретим. И когда вы побежите по мосту, он его под вами перевернет. Если бежать быстро, то можно успеть пробежать через весь мост до того, как он перевернется. По крайней мере, у меня это получалось. Иначе, наверное, можно спрыгнуть вон туда или еще что-нибудь сделать, не знаю. Но убивать этого парня, кстати, не советую, потому что он потом будет торговцем. И у него можно будет купить пару интересных вещей. Итак, я попал туда же, где уже был. По сути, я не стал идти к костру в основном, чтобы здесь вот все не среспаунилось. Нам ведь не нужно, чтобы здесь все среспаунилось. Здесь вот можно спрыгнуть вниз, если вы хотите призвать паладина Лероя Дженкинса, точнее, просто паладина Лероя, я бы, конечно, крикнул Лерой Дженкинс, но мне немножко не до этого, потому что я слегка все еще болею. Но мы туда пока что не пойдем. Также там лежит набор клирика стартовый. Но мы туда опять же не пойдем. Мы пойдем вот сюда. Здесь возможно, мне стоит сменить оружие. Чикотан, почему бы и нет. А здесь вот этот вот парень, титанитовый демон. Этот сложнее, чем тот, с которым мы уже раньше сражались. И он почему-то не очень агрессивный. Ну, посмотрим. Возможно, я смогу его убить. Если нет, мне придется пройти часть катакомба заново за кадром. В принципе, его здесь не обязательно убивать, но это помогает. Ну и легче всего опять же его убивать, это отойти на такое расстояние, чтобы он начал стрелять, по-моему, огниями. Переключиться на лук. Ой. Я не ожидал, что он так далеко сможет до меня допрыгнуть. Но вот сюда вот он, по-моему, даже выйти не может. В общем, переключиться на лук и расстрелять. Да, так быстрее даже, по-моему, будет. От молнии легко уворачиваться. Если стрелять сразу же после того, как он выстрелил у вас молнии и вы увернулись, то второй он не успевает выстрелить. Возможно, стоило бы надеть кольцо... Блин. Его это застагерил, он отъехал назад и у меня пропал лук. В общем, возможно, стоило бы надеть кольцо, увеличивающее дальность луком, но сейчас уже поздно. Готов. Итак. Стоит обратно сменить оружие на Альбарду Невест. Нехроманты еще живые, по-моему, остались. Ух ты! Вилка. Он дропнул свою вилку. Они редко это делают. А фича вилки это на сильный удар у нее атака с прыжком интересна. Кроме этого, ну, в принципе, это Альбарда по классу. Пользы от нее особо нет, насколько мне известно, но я могу ошибаться. Не то. Здесь лежат три Ока Смерти. Предмет для Каменанта Грейвелордов. И также здесь можно вступить в Каменант Грейвелордов, если лечь вот в этот вот гроб и подождать какое-то время. Вас заберут в гробницу гигантов, вы сможете там помолиться перед Ниту и стать Грейвелордом. Грейвелорды это интересный Каменант. Они проклинают чужие миры, от чего в этих мирах появляются более сильные враги и вообще все плохо становится и хозяева этих миров должны найти в своих мирах знак Грейвелорда, заинвадиться к этому Грейвелорду и убить его. Скелет, поднимайся. Проблема в том, что это работает во-первых, только на тех локациях, где у Грейвелорда жив босс, что вообще как-то бредово, на мой взгляд. Во-вторых, это работает только с теми, кто на New Game Plus, то есть, кто уже один раз прошел игру и тем же персонажем продолжает играть заново. На всех остальных это, в принципе, тоже работает. У них появится возможность заинвадиться к Грейвелорду, но у них не будут появляться более мощные монстры и все такое. Черт, он меня скинул. Это проблема. Ну, на самом деле, это не проблема, но все равно это неприятно. Также за вступление к Грейвелорду вам дают неплохой меч двуручный. Ну, большой меч, скажем так. Никто не мешает его использовать одной рукой. И чудо-танец меча Грейвелорда, которое достаточно интересно выглядит, но смысла в его применении я не увидел. То есть, когда я его пытался применять, это ничем хорошим для меня не заканчивалось. Так, по-моему, это был не последний Энкроменд. Интересно. Или стоп. А, у меня есть Череп Фонарь. Окей. В общем, Некроманты не респаунтят, так что последний живой Некромант, когда вы его убиваете, дропает вам Череп Фонарь, если у вас только нет этого Черепа до этого. Так они все имеют небольшой шанс его дропнуть. Череп Фонарь это по сути то, что на нем написано. Блин, где он? Так. Он освещает. Может пригодиться в следующей локации, куда мы пойдем, в Гравнице Гигантов. и даже пригодится на первое время, потому что я забыл применить, ну, эквитнуть заклинание Света. Так, здесь вот можно упасть вниз и встретиться с Черным Рыцарем. В принципе, мне больше не нужна Альбарда. Почему бы не Золотой След? Встретиться с Черным Рыцарем. Где он? Вон он. И каким-то образом, насколько я слышал, его можно ударить атакой в падении, но у меня это обычно не получается. Это Рыцарь с Топором. Его так же, как и всех Черных Рыцарей, легко парировать. Но он довольно живучий. И падает с него большая сетирь обломок белого титанита. Окей. Теперь самая сложная часть катакомб это вот это вот дно, на котором у нас куча вот этих вот колесных скелетов, с которыми мы уже встречались в нарисованном мире. И я, пожалуй, свалю отсюда. В принципе... Да, проще будет вот так сделать. Я использовал кость для двух вещей. Во-первых, чтобы попасть к кузнецу. Во-вторых, чтобы попасть к Лерою, которого можно будет засумонить. В принципе, я даже не знаю. Я, возможно, его засумоню. Но польза от него не очень большая на боссе. Точнее, как он иногда может ваншотнуть этого босса. Если попадет. Попадает он довольно редко. И, кстати, у Золотого Слета офигительная комбо на Р2. Пользы от него абсолютно никакой нет. Но выглядит оно офигительно. Ну, как пользы нет. Против таких вот скелетов нормально. Но в ПВП, например, применять его по-моему, смысла особого нет. по-моему, вот так вот стоит сделать. Да, точно. Я так попаду прямо туда, куда мне нужно. Блин, и мне придется еще одну тогда кость получается использовать. Ну, неважно. Можно... Наверное, я не буду просто призывать Лероя. А, нет, 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 нет. Блин. Зачем я его пытался ударить? Так, и еще разок. На этот раз не будем пытаться их ударить. Ну, или будем, не знаю. По-моему, он сам должен упасть. В общем, чтобы попасть к кузнецу, нужно... Я не уверен, я не очень часто это делаю. По-моему, нужно просто пройти пешком вот так вот. Да. Окей. Сюда. Перекатом вы промахнетесь и упадете мимо. Насмерть. Что со мной случилось до этого. И вот сюда. И атакой в падении убедитесь скелетов. А, нет. Вот он выбран. Так, и проблема в том, что один из скелетов внизу. По-моему. Ладно, попробуем вот так. Нет, по-моему, это не прокатит. И это Вамас. Кузнец-скелет. Который нам очень даже пригодится. Я очень редко пользуюсь его услугами, но... Сейчас как раз тот самый момент. Он может делать огненное оружие. И в данный момент это все, что он может сделать, но я хочу сделать огненный клеймор и усилить его до огненного клеймора плюс 5. И потом его усилить до хаотического клеймора. Пока что у меня нет нужного угля, чтобы сделать хаотическое оружие. Так, кроме этого он, естественно, все чинит. Он продает. После возвращения довольно дешево. Пожалуй, я куплю немножко. Он продает осколки титаниты и стрелы разных видов. Окей. Так, интересно, как оно по урону. Так, здесь у меня 329, а здесь у меня 370. Окей. Поюзаем какое-то время. Так, снова эти вот скелеты. И они все указались туда. Это плохо. Умрите. Это его убило? Да, это его убило. Отлично. Это самое неприятное место во всех катакомбах. Это его тоже убило? Похоже на то. А вот это вот не убило. Окей, то есть обычная слабая атака не убивает. Будем знать. еще один. Главная проблема это в том, что они укатываются куда-то хрен знает куда и приходится за ними бежать, чтобы их убить. Умри. Готов. Умри. Готов. Помахнулся. Ай-яй-яй. Ай. Окей. Давайте сюда. Ну, блин, опять клин знает куда. Уехал. Умри. И ты умри. В общем, вот там вот призывается Лерой и вот это вот стартовый сет Клирика, который мне не нужен. Лерой очень-очень дамаговый, но он очень-очень любит промахиваться. Ну и против этого конкретного босса он, по-моему, нафиг не нужен, потому что босс и без него очень-очень легкий. Это один из самых легких боссов в игре. Итак. Заходим. Проходим еще чуть-чуть. Здесь бы мне не помешало на самом деле заклинание осторожного падения. Ну да ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Некромант Пинвилл. Вихрь. Итак, почему он самый легкий? Вот поэтому примерно. Но он клонируется, становится невидимым. Или просто телепортируется, хрен его знает, в общем. Умри. Еще один удар. У него очень мало жизни и довольно маленький дамаг. Итак, заповеду над Пинвиллом мы получаем обряд возжигания, который позволяет апгрейдить костры до 20 фляг с эстусом. Что очень неплохо. Также 15 тысяч душ и одну из трех его маск. Маска отца в данном случае. Маска отца. Одна из трех масок. Вихря Некроманта, который украл силу Повелителя Могилы и теперь правит катакомбами. Эта маска храброго отца немного увеличивает количество носимого снаряжения. Действительно. Я не помню насколько именно. То есть там наверное в процентах увеличение идет, потому что просто так плюс три к переносимому снаряжению было бы довольно глупо, но в общем я не знаю насколько надо будет посмотреть. Маски довольно популярны в ПВП, довольно презираемы в ПВП многими игроками. Ну не знаю, по-моему они просто очень и очень убого выглядят. ну в принципе давайте зайдем в следующую локацию хотя бы перед тем как закончить. Потому что следующая локация вызовет кое-какие проблемы у меня скорее всего и у всех кто ее проходит в первый раз она определенно вызовет какие-то проблемы. по сути она перед вами. Вот эта вот чернота впереди это следующая локация гробницы гигантов. Ну так чуть-чуть получше. Ну окей. На этом все. С вами был Айми. Пока. Продолжение следует...